Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня мы продолжаем беседовать с журналистом, ведущей телеканала «Спас», основательницей благотворительного фонда «Женщина за жизнь» Натальи Москвитиной. А говорить мы будем о ее новой книге «Папина дочка» и о тех событиях, которые легли в основу этой книги – книги о поиске себя и Бога. Наталья пишет, «Как и когда сошлись два моих самых больших страха – ведение прямого эфира и борьба с абортами? Сейчас мне кажется, что все так и было задумано сверху, а не было плодом моего выбора или стечением случайностей. А тогда я мучительно решалась на первое и второе». Я вообще не понимала это долгое время. И для меня это был самый важный эксперимент в моей жизни, потому что кажется, что Бог вложил талант просто быть рядом с людьми, слышать, что они говорят. И у меня это резонировало. Я не могла получить какую-то просьбу остаться равнодушной. Но это не что-то приобретенное. Это вот как будто бы ты с этими настройками рождаешься. Это не моя заслуга. Это просто было. И это нужно было куда-то приземлить, что-то с этим делать, потому что это тревожило. Человека, которому плохо, ему жалко. Его жалко. Ты пытаешься найти способы это исправить. А итогом является, как это ни странно, то, что ты сама становишься лучше. Ты понимаешь, что результат – это не осуждение человека, ни в какой сложности. Потому что пока ты помогаешь, ты видишь, что этот человек намного лучше тебя. Какой бы он не был и чем бы он не грешил, через что бы он не проходил, у него обязательно будет то, чего у тебя нет. Он чем-то интереснее тебя, он чем-то глубже, он может принести пользу больше, чем ты. И вот это вот открытие. Каждый раз себя в человеке. Это позволяло просто двигаться в этом служении. Но я никогда не думала, что вот прям серьезно не думала, что буду этим заниматься, ну скажем так, профессионально, хотя мне не нравится это слово. Прерывание беременности, тема запрета абортов и женские поломанные судьбы – это то, чем добровольно заниматься вряд ли захочешь. Это требует большого труда. Но получать на выходе ты будешь осуждение. Пойти туда можно только служить, как идут врачи к пациентам, учителя к ученикам, священники к пастве. И вот я уже там, пишет Наталья, ни разу не отказалась, хоть и сомневалась в пути, на который поставлена. Горячее желание помогать людям проявилось у Натальи еще в детстве, в родном Волгограде, в гастрономе, где обвесили бабушку, за которую юная Наталья с подругой вступились. А потом я выросла, пишет Наталья, и стала кормить бездомных на Киевском вокзале. Туда тянула, к этим людям, людям под Богом. Там не только кормление бездомных было, там сначала детские дома, куда я привозила мешки с одеждой, какие-то деньги жертвовала. Мне показалось невозможно работать там, где ты видишь глаза детей, которые не имеют родителей и стоят в кроватках с сосками, примотанными скотчем к лицу. Ну то есть, если заходить в эту тему, нужно было остаться в ней верной до конца, потому что бросить их нельзя. И я не уверена была, что я дойду до конца. Ну то есть, я была уверена, что я не дойду до конца. Я попробовала и пошла пробовать дальше. Было и антиабортное направление, были миссионерские курсы, когда мы выходили на улицы и общались с людьми о Христе. И в том числе мы ходили на Киевский вокзал, кормили бездомных, и в том числе и проповедовали им, и общались, и кормили, и в общем делали все. И там не было... Ну то есть, мне это давалось очень легко. Начиная с того, что интересно общаться с людьми, у которых есть совершенно другой опыт встречи с Богом, а у них он определенно есть. И хотя они внешне очень сильно от нас отличаются, не было никакой брезгливости, ничего. И однажды один знакомый спросил, как ты можешь к ним ходить, ведь у них там туберкулез и вообще все, что угодно. И надо надевать маску. И меня этот вопрос поверг в шок. Я никогда вообще даже об этом не задумывалась. Хотя сейчас, имея уже тот опыт, который я имею, я бы, наверное, так не смогла. То есть, опять-таки, у каждого в жизни есть какие-то свои экзамены, какая-то своя развилка, какие-то свои выборы. Мы каждый реагируем на разные вызовы по-разному. Это не значит, что для этого хорошо, а для другого это же плохо. Мы не знаем, как нас будет оценивать Бог. И если я тогда говорила вот следующим образом для меня, то это было нормально, приемлемо, не знаю. А может, хорошо, а может, плохо. Тоже непонятно. Но я так среагировала. А другой среагировал по-другому. Но у него и путь другой. Тут важно свои ботинки не давать другому. Но надо понять, что другой человек идет в другой обуви. У него свой опыт, у него свои трагедии, у него своя семья, свое окружение. И он собран из тысячи разных других людей. И других родственников, других мамы, папы, прародителей. Корень только у нас один у всех. Мы все-таки пошли все от Адама и Евы. И поэтому несем в себе тоже первородный грех. И поэтому все сталкиваемся со всеми одинаковыми грехами, сложностями, испытаниями. Но выходим мы из них по-разному, имея свои наклонности и свои внутренние настройки. Поэтому надо идти, главное. Заходить в свои испытания, делать свои выводы. Если вывод не сделаем, уверенно, Бог нас опять приземлит в какую-то подобную ситуацию, чтобы все-таки мы переступили на следующий уровень. Восемь лет назад Наталья Москвитина основала фонд «Женщины за жизнь». Миссия фонда – борьба за еще не рожденных детей. Волонтеры фонда стараются уберечь беременных женщин от самой необратимой ошибки – аборта. Оказывают помощь будущим мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наталья признается, что в ее жизни произошли две истории, которые сильно повлияли на нее и ее отношение к теме прерывания беременности. И ясно показали, что с этим надо что-то делать. Я не знаю, где ставить эту реперную точку. Может быть, в Косово, когда я услышала слова патриарха сербского Павла про то, как женщины албанки рожают детей, а сербские – нет, и делают 8 абортов. Я по-другому взглянула. Ну, помимо христианской точки зрения, что аборт – это грех, меня поразил парадокс того, что практически святой наших дней, он не канонизирован, но я бы даже сказала, пока не канонизирован. Это, конечно, был святой жизнью человек, патриарх сербский Павел. Он как бы одобрил мусульманских женщин, которые, несмотря на сложный быт, условия, абсолютное отсутствие комфорта, рожают-урожают. А сербки, русские, христианки ищут условий для того, чтобы собственных детей родить. Парадокс веры, парадокс присутствия Христа в жизни – это в том, что вся жизнь дается вопреки. И Христос в яслях родился, среди животных, в нечеловеческих условиях. Сам Бог появился на свет. Поэтому имеем ли мы право говорить, что наши потомки, наши дети, наша родословная должна продолжаться только если будут для этого условия. Вот впервые тогда в Косово, в такой практически военной обстановке, эта тема зазвучала в моей душе громко. Но я не думала, что это во что-то выльется. Это просто стало еще одно направление для мыслей, для деятельности. И я, в числе прочего, помогала беременным, жертвовала деньги на типографию каких-то антиабортных, раздаточных материалов. Я не чувствовала, что во мне есть силы для того, чтобы выходить какой-то, ну не знаю, проповедью, не проповедью, как это сказать. Ну, самое главное, я, наверное, не знала, что говорить. Я понимаю, что аборт плохо, но что ты скажешь этой женщине? Что ты ей можешь предложить? Это же что-то конкретное должно быть. Я все время думала, что, ну, в общем, вот она глобальная ошибка всех нас. И я тоже через это прошла. Я думала, что сначала что-то должно быть, чтобы что-то отдать. И я ждала, что вот оно появится. Но вот сейчас уже 8 лет, у меня по-прежнему нету этого, как это сказать, этого банка накоплений чего-то, хоть финансового, хоть даже ресурсного. Есть такая психологическая теория, что помогать надо только из ресурсности. Однако Наталья считает, что это глобальное заблуждение. Когда у тебя все есть, не представляет никакой сложности чем-то поделиться. И это по ценности, наверное, равно как отдать сдачу. Ну, то есть это что-то мелкое и ненужное. Без чего ты вполне можешь прожить. Вот когда к тебе подходят бездомные, я не хочу сейчас оперировать фигурами беременной, не беременной, аборт, не аборт, о чем я занимаюсь. Вот просто бездомный человек. Человек в любом своем кризисе, который хочется избежать. Это онкологически больные дети, это умирающие родители. Это женщина беременная или вот опять-таки этот бездомный. Легче всего что сделать? Легче всего дать 200 рублей, которые у тебя есть в кармане, для того, чтобы просто он отстал. Ну вот надо быть честным с самим собой. Но похоже, что это может этому человеку повредить. А что сложнее всего? А сложнее всего это начать с ним говорить. Ой, да зачем это надо? Сейчас начнется, сейчас тебе начнет на уши лапша вешаться, какая-то неправда жизни. Ты будешь как дурак стоять это слушать, потому что неудобно уйти. Это реально, это требует колоссальных ресурсов. Это совершенно другого качества ресурсы. Это не деньги. Это не что-то конкретное, там, иди в магазин, купи еды. Это самое сложное. Но вот похоже, это то единственное, что реально надо. И вот это вот, оно никогда не может быть у тебя про запас. Его не положишь к себе и не держишь до того момента, когда к тебе подойдет бездомный. Это либо рождается в моменте, когда ты открываешься этому человеку, ты смотришь на него, а ты еще подсознательно его всегда оцениваешь. Ты думаешь, мошенник он не мошенник. То есть у тебя тысячи разных искушений вокруг. Но можешь ли ты истинно знать, Христос это или нет? Мошенник это или бездомный? Да ничего мы не знаем. И мы не знаем, как нас проверяют. В общем, вот когда происходит этот контакт, будь то в антиабортном фонде, будь то на миссии рассказа о Христе, будь то в детском доме, будь то в онкологическом центре, в хосписе, ты заходишь туда пустой и пробуешь быть максимально честным. Вот эти хотя бы даже, я бы сказала, 30 секунд вот первого контакта с человеком, когда ты открываешь свое сердце, свою душу, другой человек это всегда чувствует. На его совести будет, обманет он тебя или скажет правду. Но высока вероятность того, что он тоже тебе откроется. А вот когда открываются два сердца друг друга или две души соприкасаются, тогда в этот диалог заходит третий. И это Христос. И он тебе даст эти ресурсы. То есть через тебя, через твой контакт ты будешь помогать не своими силами. Потому что своими силами ты закончишься через 30 секунд. Но тогда уже включается сам Христос. Он будет этому человеку помогать. Ты скажешь то, что ты совершенно не хотел сказать. Ты скажешь ровно то, что ты не хотел сказать. Но это будет таблеткой для этого человека. Мы не можем это никак запрограммировать. Никакие тренинги, никакие психологи, никакие деньги, никакие меценаты никогда это не решат. Это личный контакт каждого конкретного человека с другим человеком. Мой самый главный вопрос к Наталье, ответ на который мне очень хотелось узнать. Как ей удается находить для каждого человека нужные слова поддержки? И всегда ли удается найти такие слова? Как личный опыт помогает поддерживать женщин в решении рожать ребенка? Да нет никакого опыта. Опыт, не опыт. Это все немножко выдуманные истории. Единственное, что может быть невыдуманной, что ты заходишь просто. Ты встала двумя ногами на этот путь и делаешь первый шаг. Первый шаг и больше ничего. Ты не знаешь, сколько ты пройдешь. Ты вообще не знаешь, когда твоя жизнь закончится. Ты не знаешь, что будет со вторым шагом. Ты не знаешь, что будет за поворотом. Поэтому единственное, что можно делать, это молиться Господу Богу, чтобы Он подсказал, как сделать второй шаг. А потом третий, а потом четвертый. Это все такая, знаете, невыдуманная история, достаточно сложная, от этого максимально правдивая, честная, на разрыв аорты. И это единственный путь существования на этой земле. Каждый человек рядом с тобой в чем-то несчастен. Каждый в этом страдает. Можно ли зайти добровольно на этот путь? Это как зайти на свою Голгофу. Ну вот прям осознанно, вряд ли это возможно. Но мы уже тут есть. Поэтому апеллировать к своему какому-то опыту мне не представляется возможным. Потому что единственный твой опыт – это Христос. Все. Даже сейчас. Может быть, я хотела бы сказать какие-то гениальные вещи, но их нет у меня. Каждый раз это все по-новому. И ты сама себя не знаешь. Ты не знаешь, что ты скажешь. Ты не знаешь, как ты поможешь. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, кто окажется большим подонком. Обманщик, мошенник, который появился в твоей жизни. Или ты настолько предательски поведешь себя, что сама от себя не ожидала. К сожалению, это про всех про нас. Поэтому если есть возможность послужить и узнать себя получше, что ты вовсе не та хорошая девочка, про которую ты так думала. Ты думала, что если ты ходишь по воскресеньям на литургию, у тебя многодетная семья, то у тебя все в порядке. Чего подобного. Попробуй пообщаться с другими людьми и посмотреть на себя со стороны. Оказывается, что мы не умеем приходить испытания. Но единственная таблетка от этого – это снова и снова в них заходить. Вся тонкость нашей работы в фонде в том и состоит, что общей формулы не существует, делится Наталья. В каждой ситуации это разные слова и разные способы общения. Иногда это просто тишина. С кем-то надо просто побыть рядом, выслушать, обнять. Даже материальная помощь далеко не главная. Человеку нужен человек, способный понять и поддержать. Большинство женщин решают делать аборт не из-за финансовых проблем, а под давлением окружения. Потому что рядом с ними не оказывается людей, поддерживающих их в желании сохранить ребенка. Поэтому в первую очередь им нужна не финансовая и даже не психологическая поддержка, а моральная. У меня по понедельникам эфир на телеканале «Спас», прямая линия жизни, прямой эфир, куда звонят женщины. И даже есть некий сценарий. Но я практически никогда по нему не иду. Потому что те вопросы, которые прописаны, они в моменте не актуальны. Человек, который перед тобой сидит, он берет и говорит совершенно другое. Ты хочешь, чтобы он статистику сказал, а он какую-то жизненную историю рассказывает. В общем, это тоже всегда опыт. И всегда для тебя испытание. Но мне тут важно другое. Вот прям перед эфиром вчера у меня звонит женщина, которая хочет сделать аборт. Я 40 минут сидя на гриме, общаюсь с ней. И, естественно, пытаюсь придумать эту фразу, какая у нее щелкнет, чтобы ключик этот подобрался. Я несколько витков, ну, 40 минут разговора, ты туда-сюда, а что отец ребенка, а что ты, а что мать, а что... И так далее. Ты собираешь себе картинку, пазл этого человека. И сто раз перебираешь эту панель, вот фраз, которые сейчас могли бы повернуть диалог в нужное русло. А происходит совершенно другое. Человек не в том месте говорит то, что тебе надо было. И казалось, что ты вообще к этому не причастен. То есть ты вроде бы что-то там как-то хитро смоделировал. И кажется, разговор повернул, а человек там раз и закрыт. И оно не работает. А в другом месте, когда ты ничего особого такого и не сделал, человек берет и плачет. Короче, это тайна. И сказать, да ничего ты не скажешь. Ну, кто мы? Почему мы? Почему я? Человек со своим именем, со своей фамилией, со своим гордым рождением, со своей датой рождения. Почему я должна сказать кому-то какую-то фразу? Да ничего подобного. Мы что, спасители? Мы что, Господь Бог? Нет. Мы что-то лепечем. А еще, может быть, и сроду молчим. И не знаем вообще, что сказать. Но хотя бы приняли какое-то участие. Я думаю, ты хотя бы себя рядом посади с этим человеком. А дальше человек сам раскроется. И ты уже сама сориентируешься. Я стараюсь молиться в этот момент. Чтобы все мои глупости, которые я могу изречь, а я могу, сама не знаю, что могу. И что не могу, тоже не знаю. Все это должно Господом Богом как-то управиться. Тайна великая – это общение двух людей. Чудес, связанных с телеканалом «Спас» или «Фондом», полно. Все годы, что существует фонд, я молюсь Господу не бросать меня, делится Наталья в своей книге. Найти людей или средства, чтобы помогать другим. Ведь у меня никогда не было ни влиятельных друзей, ни собственного бизнеса, только четверо детей. Мне передавали, что всех интересует один вопрос. Чья она? И тогда в моей голове сложился собственный ответ на этот вопрос. Чья ты? Я Христова. Чудеса продолжались и в программе «Прямая линия жизни». Как только программа запустилась, начались звонки. Звонки, звонки, звонки. Надо уходить на рекламные паузы. Они возможны. А люди плачут. А люди тут же рассказывают свои истории. Их вообще не смучаешь, что это прямой эфир. Это была просто такая победа. Это, я просто сказать не могу, у меня даже сейчас слезы, потому что это были риски. Это тысяча советников, даже очень воцерковленных, что давайте это какая-то многодетность, тема семьи. Вот чего тут размажем тонко по бутерброду. Это масло, чтобы вроде и про то, и про это. Но оно полетело. Для меня это было открытие вообще. Вот просто открытие. Что часто на разных госплощадках говорят, что давайте как-то вот это вот присыпем эту тему, чем-то закамуфлируем, вот. И по-другому поговорим. А оказалось, что это надо вот прям. Проблема есть, давайте на нее говорить. А кто мы тогда вообще, если мы христиане, то мы должны же заходить прямо в центр событий и говорить, что это не по-божье просто. Мы должны свою точку зрения сказать уверенно. И люди стали нашим голосом. Люди сами звонили, это говорили. Нам просто надо было осмелиться запустить это в живом прямом эфире. Чтобы это было не на уровне сценария и поворотов, или специально сгенерированных гостей, а на уровне «звонит человек», ты не знаешь, чем он звонит, и он управляет этим эфиром. Его вопрос, его терзание, его опыт является главной повесткой этой программы. И это был нерв нашего русского человека, нашей русской женщины. У аборта не женское лицо, совершенно точно. Очень много звонят женщинам, мужчины звонят редко, но каждая вторая говорит про то, что не было никакой поддержки. И нет никакого феминизма, это все технология ложная. В природе такого нет. И женщина должна, просто обязана, так заложена Богом, опираться на мужчину. Он должен говорить последнее слово. Когда этой конструкции нет, и женщина лишается основной опоры, оттуда все остальное. И нельзя обвинить в этом женщину, но точно можно спросить это с мужчины. Пожалуй, одна из самых пронизительных глав книги «Папина дочка» называется «Я такая есть у тебя». В ней автор рассказывает о поворотных событиях в личной жизни и размышляет об истинной любви к Богу. У нас же у каждого есть свой какой-то опыт, что такое любить. Наверное, я могу провести аналогию с тем, что такое любить мужчину. Когда ты любишь, когда у тебя открывается сердце, и ты не пытаешься надевать на себя какие-то маски, то есть тебе просто здорово, ты хочешь общаться с этим человеком, тебе хочется по любому, даже малейшему поводу позвонить, написать, рассказать что-то смешное или, наоборот, то, что не получилось. Это просто желание быть все время в очень близком диалоге и рассказывать все, что происходит в своей жизни, подчинять свою жизнь ему. Наверное, вот такой какой-то примитивный пример аналогии, она похожа и с любовью к Богу. Как-то с детства это все так повелось, через детскую молитву, через какие-то такие яркие вспышки чудес еще в школе. Вот это, дорогое моему сердцу, ощущение близости Бога, его присутствие. И в сложные моменты, ну, даже, может быть, дороже в моменты счастья, потому что в беде, в горе все обращаются к Богу. А вот когда ты рад, когда твое сердце ликует, это как песнь песни. Ты читаешь и понимаешь, что это диалог какой-то невероятной радости, присутствия в твоей жизни самого Творца. То есть ты в этом всем растворяешься, ты другого не знаешь, ты с ним. И в этот момент счастья неважно, кто есть еще. Главное, что ты с ним. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова